Раньше на этом месте был пустырь. Парк появился благодаря Виктории Кругловой. Она, будучи еще школьницей и местной активисткой, подала первые проекты на благоустройство. Теперь уже студенткой Владивостокского государственного университета она продолжает участвовать в различных программах и проектах. В этом году я хочу подать, вот здесь же, сделать коробку спортивную, ну, чтобы там был волейбол, баскетбол, футбол и как в Секлянухе сделали. Вот такое же, примерно здесь. Ну, и то есть пустырь дальше расстраивать. Слышала, что будет еще скейт-парк. Это вот ваша инициатива вроде бы района. И к сердцу хочется сделать дорожку. Это вот, наверное, ТОС, проект подадим. Парк в селе Центральном назвали символично – Центропарк. За три года здесь появились архитектурные формы, детская площадка, зоны отдыха, качели, турники и горка. Все это, казалось бы, невозможным, если бы не активные жители и их голоса. Местные жители, они очень активные. И, в принципе, они нам и подсказывают, куда посадить деревья, что им удобнее было бы в плане дорожки выполнить, как. Работаем с ними активно, и они принимают тоже участие. В следующем году в Шкотовском муниципальном округе будет реализовываться еще один проект по благоустройству. На этот раз выделили федеральный бюджет на парковую зону в селе Шкотово. Хотелось бы отметить, что население, которое самостоятельно привлекает денежные средства, готовит проекты, реализует их, они более бережно потом относятся к данным мафам. Берегут, охраняют, подкрашивают. Благоустройство дворов и парков в Приморском крае проводится в рамках различных программ и проектов. Это новый способ участия граждан в управлении бюджетом территории, в выборе объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить.